Девчонки Сначала мы взбиваем масло комнатной температуры, обязательно мягкое, с сахарной пудрой. Светлана – талантливый кондитер и педагог. Под ее руководством девушки испекли не один десяток фантастических тортов. Для себя и своих учениц недавно открыла студию, чем исполнила давнюю свою мечту. Сначала пекла тортики дома, потом появилось все больше и больше заказов, а потом девочки захотели научиться тоже делать такие же тортики. И я приглашала их к себе домой, показывала то, что умею делать сама. Кто-то делал для детей, кто-то делал на заказ. Дома становилось тесно, поэтому теперь мы переехали сюда. Все придумывала сама, даже цвет стен, чтобы эта стена розовая, эта серая. Ник серые присмотрела в Америке и заказала их оттуда. Ну и все-все-все, что здесь есть, это придумывалось у меня в голове и делалось для себя, чтобы все, кто приходил сюда, чувствовали себя как дома. Ну, я с детства любила делать что-то руками. У меня всегда были какие-то, не знаю, картины выштые, что-то там для семьи делала. То есть руками всегда любила что-то создавать. Я езжу, повышаю свой уровень. Ну, дело в том, что когда уже, не знаю, не хватает каких-то навыков, не хватает какой-то информации, находишь нужную школу, где ты можешь что-то получить, или какого-то мастера, да, у которого ты хотела поучиться. И вот я туда еду. Светлана и сама стала таким мастером для многих девушек и женщин из Тамбовой области. Кондитер любит свое ремесло от выпечки первого коржа до последней вишенки. Но есть самые любимые моменты. Радует декор. То есть уже готовый торт украшать, делать какие-то разные мазки. Ну, и что-то творческое такое. Фигурки, мастика, цветы, изомальта, карамель и все такое интересное. В селе Бокино Любовь Напрасного выращивает свои оранжереи, мандарины, кумкваты, грейпфруты и лимоны. Цитрусовыми Люба Васильевна занимается больше 35 лет. Первый свой лимонарий она обустроила еще живя на Курилах. С десятка огромных деревьев Напрасного снимали до 150 килограмм фруктов в год. В Тамбов семья переехала после страшного шикотанского землетрясения. В путешествие тогда отправился и лимонарий. Все поставили в контейнер, засыпали мокрыми опилками и все отправили по железной дороге. Но так как это шло очень долго, почти месяц с лишним, то когда мы раскрыли здесь контейнер, у нас корни были по метру от каждой ветки. Переезд в 9 с лишним тысяч километров тогда пережили не все. Погибли редкие сорта мандаринов. Лимоны, напротив, прижились и прекрасно себя чувствуют на Тамбовщине. Уже в Бокино оранжерея пополнилась абхазским ростком кумквата. Небольшие плоды едят с кожурой, которая придает кислой мякоти приятную сладость. Начало января – время урожая. На четвертый год он у нас начал плодоносить. И плодоносить он, чем нас удивим, созревает очень быстро – 6 месяцев. Цветет в июне-в июле. И к Новому году он весь стоит осыпной. То есть он весь вызревает. На мандариновом дереве остался последний плод. Любовь Васильевна прервала его одиночество и любезно угостила нас. Первое, что отличает бокинские мандарины – ароматы сладости. Угощайтесь. То есть их не снимают зелеными. Также лимоны. Они, в принципе, все снятые с веток, они дозрели. Мастерицы, хочется даже сказать волшебницы из клуба «Тамбовская сударыня» вокруг себя красоту не просто создают, а воз создают. Шитьем, плетением и ткачеством они сохраняют нашу общую историю, окунуться в которую повезло и мне. Вы, наверное, все слышали такое выражение «распоясался». Да, есть такое. Это значит опозорился. То есть мужчина не имел права садиться за стол без пояса, в церковь приходить молиться без пояса. То есть это не допускалось. Это неправильное поведение было мужчины. Мужчина, ну, я думаю, только вот когда на сенокосе был, мог снять пояс. А так практически всегда мужчина, ну, пояс у него носился вот здесь. Не на талии, как у женщины. В таком и жениться можно? Да, конечно. Не только можно. А вот именно будущая жена, невеста, она для своего любимого вышивала вот эту рубаху. А вот теперь подошла и невеста. Посмотрите на эту красавицу. Костюм у русской женщины, это был как паспорт. То есть по нему все было видно, кто она, что она и откуда. Потому что в каждом селе, в каждой деревне были свои традиции. И когда все собирались на большие ярмарки, то сразу было можно понять. Точно такой костюм в конце 19 века носили невесты деревни Новоюрьева. На изготовление платья ушло 250 часов ручной кропотливой работы. Женская красота и в те времена обходилась недешево. Вот пришли свататься к девушке, а у родителей приданное не готово. И они просили даже подождать жениха, чтобы они успели приготовить приданное. Вообще, это очень дорогостоящий вообще вот костюм. На нем вот очень дорогие ленты. Вот эти ленты, они же приходили по шелковому пути к нам из Китая. Да, вот эти вот все бахрома, галуны, все вот это стоило очень дорого. На мне костюм, который соответствует моему возрасту и статусу. Я вот уже говорила, что костюм – это паспорт женщины. И по нему можно было вот все судить. По цветам, по отделке, по крою, да. Мой костюм вот горевой, можно его назвать, печальный. Материалов практически нет. Но мы стараемся, мы находим. Мы очень много сундуков растребушили. Так что вот здесь у меня сатин, ему лет 70. Заказов меньше не становится, ведь в профессии просто нет сезонности. Светлана живет в круговороте праздников, чем вполне довольна. Новый год – это новогодние праздники, лето – это свадебный сезон. А вот сейчас февраль, это 14 февраля и 23 март, соответственно, в апреле – Пасха. Вот, потом начнутся свадьбы, а потом – Светлана. А раз уж каждый день праздник, то и компания вокруг соответствующая, дружная и теплая. Бабушки для внуков учатся печь, и молодые мамочки приходят, и девочки-школьницы даже приходят, которые хотят потом быть кондиционерами. Нет, нет молодых людей, а я очень жду, когда придет хоть какой-то молодой человек. Почему-то приходят только девушки, но я думала, было бы интересно и молодым людям научиться. Светлана в своем стремлении к красоте не собирается останавливаться. У девушки большие планы. Хотелось бы, конечно, иметь небольшое кафе, кондитерскую, чтобы там приходили и пробовали тортики, потому что очень часто приходят, да, или звонят и спрашивают, а что же можно попробовать, а все только на заказ, и попробовать нечего. Вот, хочется, конечно, радовать людей, и всегда была какая-то витрина. Я себя нашла, я не представляю жизни без тортиков. Круглый год в теплице поддерживается нужная растением температура и влажность на уровне 80%. Гордостью оранжерей можно по праву считать лимоны. Среди обилия сортов выделяется пандероза – лимоногиганты. Пандероза вот в этом году были самые большие, крупные, за все мои годы, что я занимаюсь лимонами, самые крупные были в этом году. Хорошо вызревший лимон этого сорта может весить до одного килограмма. Абсолютный рекорд веса Люба Васильевна зафиксировала в последнем урожае. Лимон размером с дыню весил 1600 граммов. Растут и набирают массу плоды в течение 10 месяцев. Эти красавцы потянули на 600 и 500 граммов соответственно. Коллекцию лимонария недавно пополнил цитрон пальчатый, больше известный под названием «рукабудды». Самое интересное, что этот плод, он такой распальцованный, его не кушают. У него единственное достоинство, он когда созревает, он очень ароматный. То есть его используют в кондитерских изделиях, добавки делают. Люба Васильевна своей оранжереи дает приют растениям, от которых другие отказались. Знакомьтесь по паспорту Эрио Ботрия, а для друзей Мушмулан – японское растение. И здесь оно на правах приемыша. Радушная хозяйка высадила маленькие росточки в катке, но вообще это большое дерево. И если теплица будет расширяться, то там они зацветут. Сейчас лимонарий делит площадь с декоративными цветами. Когда последние переедут в отдельное помещение, теплицу целиком займут экзотические деревья. Тамбовская сударыня уже пять лет объединяет искусниц самых разных направлений. Вместе женщины могли бы украсить и обставить не одну крестьянскую избу или даже небольшую усадьбу. Главный интерес Натальи – старорусские куклы, игрушки и обереги. Некоторые просто поражают своей изобретательностью. Девка – баба. Вы, кажется, поняли, да? Вот ее переворачиваешь – уже девка. Вот по этой кукле можно судить всю нашу жизнь. Российской раньше назывались бабы. Это было очень благородное слово. Чтобы быть бабой, надо было родить не мальчика, а девочку. Это история нашей русской доли. Распоясаться для мужчины, как мы уже выяснили, непозволительно и позорно. Кушаков у тамбовской сударыни не меньше, чем рубах и платьев. Ткут их с помощью бёрда. В этой специальности мастер Марина Тихонова. И опять открывается зев. Мы прибиваем эту часть. И опять. Вот таким образом происходит ткачество. Достаточно примитивное. Да, мини-станок. Потому что большой станок, он сам по себе большой, а челнок, в принципе, такой же. Искусством вышивки в клубе владеют практически все. Но для Татьяны Пашининой это настоящая страсть. В ее творческом арсенале более 30 техник вышивки. Из рушников и скатерти впору создавать выставку. Большая часть работы – это копии аутентичных образцов, найденных в этнографических экспедициях. На изготовление некоторых полотен может уйти без малого год. До монголо-татарского ига была распространена даже по тамбовским местам. Вот такого типа порезаний. Вот такого типа вышивка. Вышивка черным, шелком, с добавлением немножко красноватых тонов. И металлическими нитями золотыми или серебряными. Имеет одну характерную особенность. Она двусторонняя. Вот что с одной стороны вышивка, что с другой. Народное прикладное искусство – это бескрайний космос, как называют его мастерицы Тамбовской сударыни. Уникальные техники, множество элементов костюма, географические особенности, рисунка и кроя изучать можно буквально всю жизнь. Тема эта такая же неиссякаемая и загадочная, как сама женщина и ее чувства прекрасного. Исчего же, исчего же, исчего же Сделаны наши девчонки Ис клаточков, и клубочков, и загадок, и кармеладок Сделаны наши девчонки Сделаны наши девчонки Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля